Всем привет! С вами Мамина Азбука. Спрашивайте меня про звуки животных. Ребенок не различает звуки животных или не запомнил их или как вообще, что с ними. Давайте-ка разбираться. Если ваш ребенок, он маленький, то есть до двухлетнего возраста, не имел большого опыта общения с домашними животными, он никогда не видел козу, овцу, только видел их на картинках. Вы не натаскивали его на звук конкретный, а просто говорили корову, не включая ему живую корову, он у вас корову не видел или видел ее два раза в младенчестве, он имеет право не очень-то хорошо этот звук узнавать, идущий с другого источника. И соответственно, когда вы ему говорите там, ищи му, он вам находит, но на слух он ее не определяет, потому что в его опыте этой коровы было мало. Есть еще одна история, вторая, когда ребенок на самом-то деле, вот ты думаешь, он с тобой в коррекции, да, вроде бы все классно, он неплохо берет и звуки он уже выучил, а потом ты перестаешь говорить, ищи где му, да, или просто включаешь звук без инструкции и видишь, что он никого не находит. А потом ты начинаешь проверять дальше, думаешь, ага, и как-то я этого момента не увидела, и включаешь ему дальше неречевые звуки без помощи, без инструкций, и он их тоже не различает, представляете? То есть бывают реальные трудности с слуховым развлечением по типу агназий. Это видно, кстати, на ЭЭГ по вот этим вот датчикам, которые вот здесь, да, там по волнам они будут либо жирненькие, либо на фоне всего такие. Вот, там, кстати, вот иногда сразу по ЭЭГ, да, можно, ну, как бы понять, что ты профукал вот это, проверь еще раз. Ну да ладно, и тогда мы говорим о том, что у ребенка есть речевая агназия и неречевая агназия, да, то есть если ребенок не различает неречевые звуки, неречевая. И это значит, что у нас вопрос с правым виском вот этой вот частью обработки информации. Если мы говорим, что речевая, да, то есть не различаем звуки животных, не различаем там ха-ха, баба, то это сюда. Вот. Что хочу сказать. Каждого ребенка, особенно того, у которого в опыте не было большого количества вот такого типа звуков, нужно на это натаскивать. Нужно их учить и им это показывать. И только после того, как вы вот этот этап отработали, вы можете говорить о том, что у ребенка есть какой-то косяк, да, то есть вы с этим работаете, а оно никак. И если это действительно так, то вы тогда просто дальше, ну, спускаетесь снова на предыдущий уровень, работаете над аниматикой, над развлечением неречевых шумов и так далее. Вот. К чему это говорю? На самом деле, очень многие этот момент упускают. И даже на пробах диагностических, да, то есть они смотрят не реакцию на звук и не соотнесение зрительно, да, а говорят там, найди му, где козочка, ты же знаешь там, кто это. И получается вот такие вот неправодоподобные истории, а потом вот оказывается, что ребенок не очень-то это различает. Поэтому с точки зрения для родителей, да, обязательно этот этап отрабатываем. С точки зрения для специалистов не профукайте вот этот вот момент, когда вы не даете вспомогательное слово, инструкцию, ищи му, ищи гав, да. Просто включается звук, и ребенок вам точно это находит.